Добрый день, уважаемые родители, добрый день, уважаемые старшеклассники. Сегодня у нас первый день открытых дверей из целой серии, запланированных на этот учебный год. Я очень рада видеть вас здесь, в этом зале. Конечно, еще до окончания 11 класса достаточно далеко, но тот факт, что вы здесь, что вы пришли, говорит о многом. И прежде всего о том, что вы серьезно подходите к выбору будущей профессии, будущей сферы деятельности. Меня зовут Григорьева Ирина Викторовна, я директор дирекции бакалавриата по направлению международные отношения, политология, социология и экономика. И буду рада рассказать вам о том, чему учат и как учат в нашем факультете, и ответить на ваши вопросы. По традиции мы всегда дни открытых дверей. Начинаем с небольшого отрывка из фильма о нашем факультете, который снимался к его юбилею пару лет назад. И думаю, что вы с удовольствием, как и мы уже в который раз, посмотрите его. В некотором царстве в неизвестном государстве жила когда-то маленькая линия с красивым названием Спроса. Линия Спроса имела, как правило, отрицательный наклон, и поэтому все окружающие относились к ней с некоторой опаской. В этой же системе координат жила другая линия с не менее красивым названием предложения. Обычно она имела положительный наклон, и поэтому все окружающие любили ее и относились к ней с симпатией. Но почему-то она чувствовала себя так же одиноко, как и кривая Спроса. И вот однажды произошло чудо. Они встретились, они нашли точку равновесия, уравнявшую спрос и предложение. И сразу же у них выросли крылья. Они превратились в птицу, удивительно похожую на журавля в небе, символ надежды и венец всех мечтаний. Эта птица устремилась ввысь, к вершинам экономической мысли. Экономический факультет Санкт-Петербургского университета. Книги, учебники, научные труды. По этим корешкам можно проследить, как развивалась экономическая наука в России. А начало этой науки было заложено здесь, в Санкт-Петербургском государственном университете. Здесь намечались пути экономического развития целого государства. Отсюда научная мысль влияла на политику, на общество, на жизнь каждого человека. Ведь экономика сегодня – одно из ключевых, можно сказать, стратегических направлений развития всей страны. Факультет был основан в 1940 году, но к моменту его создания уже в университете был богатый опыт преподавания экономических дисциплин. Вообще, экономику в университете преподают с 1819 года. И достаточно сказать, что первым ректором возрожденного университета был Михаил Андреевич Булугянский, который одновременно заведовал кафедрой политэкономии в университете. Чайковского, 62. Бывший дом Спиранского, государственного деятеля времен Александра I, реформатора и законотворца, известного своими либеральными взглядами. Сегодня лестница этого дома украшена портретами нобелевских лауреатов. И в этом есть какая-то закономерность. Здесь нобелевские лауреаты по экономике, они являются в данном случае ориентиром, напоминанием о том, что впереди звезды, к звездам надо стремиться. Наш факультет это единственный экономический факультет в стране, который связан с нами двух нобелевских лауреатов по экономике. Во-первых, это Василий Васильевич Леонтьев, который получил экономическое образование в Ленинградском университете. Ну и Леонид Федорович Конторович, который создал новое направление в науке. Так что среди этих нобелевских лауреатов есть и двое, ну, можно сказать, наше. Выпускники факультета являются его особой гордостью. Вчерашние студенты-политэкономы сегодня практикующие политики России, общественные деятели и банкиры, ученые и педагоги. И самое главное для сегодняшнего студента – это возможность общения с ними, с теми, кто на практике определяет экономическую политику целой страны. У нас был неплохой, кстати, курс. Наверное, он отличается своими людьми и во всей истории экономического факультета. Сейчас многие профессора и в Москве, и в Петербурге, и в других регионах. Я встречаю наших однокашников. Очень важно, чтобы мы возвращались, читали лекции, обращали внимание, ориентировали студентов. Вот она – лаборатория экономической мысли. Здесь, в этих аудиториях, на кафедрах развиваются новые концепции и направления. Изучается прошлое и угадывается будущее. Какой будет наша жизнь через 10, 20, 50 лет? Как мы будем ею по-хозяйски распоряжаться? Ведь само слово «экономика» означает «хозяйство». Экономический факультет можно назвать первооткрывателем специальностей и направлений, ранее не имевших аналогов в других вузах страны. Экономическая кибернетика, экономика исследований и разработок. Более того, здесь, в этих стенах, родились два новых факультета – социологии и менеджмент. Экономический факультет распугал. Мне кажется, лучшее образование экономического у меня там в Санкт-Петербурге. Мне припомнили чувство гордости, что я здесь учусь. Здесь действительно очень высококвалифицированные преподаватели. Они нам дают не только теоретические знания, но прежде всего они дают нам основы. Здесь преподают профессора практически все. У нас по крайней мере на спецфакультете очень хорошо преподают, все понятно. Если ходить, можно получить достаточно прочные знания. Они все люди харизматичные, они все люди, которые не просто голую теорию рассказывают, а подтверждают множество примеров из практической жизни. Мне здесь очень нравится. Они очень увлечены своим делом. Это видно, с какой они самодачей всегда. Читают лекции, как они проводят семинары. Очень зажигательно и интересно. Преподаватели экономического факультета ведут насыщенную и плодотворную научную работу. Это прежде всего участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, где участники могут заявить о своих последних исследованиях и открытиях, а с помощью опубликованных материалов сделать свои исследования доступными не только коллегам, но и широкому кругу общественности. Я когда учился, я думал, что зачем мне учить вот эти курсы, которые мне никогда не пригодятся в жизни. Те же самые фондовые биржи, денежные обращения, кредит, банки и финансы. Мне это было неинтересно. Было гораздо больше интересно заниматься общегуманитарными дисциплинами. Если бы мне тогда сказали, что мне придется на практике заниматься построением финансовой системы в стране, то я бы очень сильно удивился. Но тот фундамент, который дали, базовый экономический, исторический, общегуманитарный фундамент, он никуда не делся, и он помогает набрать практических навыков и знаний на месте. В настоящее время подготовку специалистов введут 13 кафедр факультета, на которых работает более 60 профессоров и 130 доцентов. Первый экономический остается первым и сегодня. Можно сказать, что к своему юбилею факультет подготовился основательно. Новый корпус принимает студентов, число которых с каждым годом растет. Здесь 16 аудиторий. Для нашего факультета это очень большая помощь, поэтому я думаю, что мы сможем здесь вести и основные занятия, различные роды дополнительные, вспомогательные. Кроме того, есть здесь помещение для самостоятельной работы студентов, для работы преподавателей со студентами. Две такие амфитеатровые аудитории, в которых может поместиться по 140 человек сразу. Это 5 компьютерных классов. Это большой многофункциональный зал, в котором можно проводить как различные роды культурные мероприятия, так и конференции. Он оснащен самой современной аппаратурой. Новый корпус находится в одном из красивейших мест города, с выходом на Таврический сад. Про наши три здания говорят, что это Бермудский треугольник, где вот три здания, а вот между ним студенты теряются бесследно. Выйдя из одного здания, они очень часто не доходят до двух других. Факультетская жизнь кипит. Праздники и мероприятия, которые организуют сами студенты, станут залогом их будущей многолетней дружбы. Настоящий университетский дух остается здесь таким, каким он был много лет назад. Здесь придает большое значение укреплению международных связей. Преподаватели и студенты факультета успешно сотрудничают со многими университетами Европы и Америки. Это дает возможность быть в курсе возникающих в мире научных идей. Огромный научный потенциал, глубокие исторические корни, верность университетским традициям дает право экономическому факультету называться не только первым, но и лучшим факультетом страны. Курс 285D равняется некой сумке... Не случайно многие рассматривают сегодня знак птицы как знак высшего качества экономического образования, которое дает факультет. Общее представление вы, надеюсь, немножко получили в нашем факультете и его истории. Ну а теперь более подробно я хотела бы остановиться на подготовке бакалавриата. Вас интересует это в первую очередь, да? Кроме бакалавриата у нас, безусловно, есть другие уровни образования, магистратура. Есть у нас второе высшее, есть параллельное образование, работают подготовительные курсы. Ну, начнем несколько слов с... Андрей, а вот... В некотором царстве в неизвестном государстве... Итак, все вы, конечно, знаете, что в 1999 году Россия присоединилась к Болонской декларации о создании единого европейского пространства высшего образования. И у нас также, как и во всей Европе, складывается, ну, так, на мой взгляд, достаточно удачно складывается двухуровневая система образования. С 2010 года у нас в университете прием на уровень бакалавриата осуществляется. И уже это какой у нас первый, второй, третий, вот в 13-м году третий набор бакалавров будет. Что такое бакалавр, я тоже, надеюсь, вы знаете. Ну, а если уж так кратко сказать, то, наверное, ваши родители помнят те времена, когда подготовка велась по уровню специалист. Выпускались узкие специалисты в определенной сфере экономики, да, это могли быть банковские служащие, это могли быть инженеры в области инноваций экономических и так далее, и так далее, бухгалтера. Существовала система распределения, когда каждый специалист направлялся на какое-то предприятие, а затем эта система канула, что называется, в небытие. Все труднее и труднее вот узким специалистам было находить себе работу. Я считаю, что переход к подготовке по уровню бакалавриат, то есть, когда готовится специалист широкого профиля по направлению, оно будет способствовать большим шансам хорошего трудоустройства. Экономический факультет предоставляет возможность абитуриентов получить высшее образование по двум направлениям и, соответственно, по двум программам подготовки уровня бакалавриата. Это экономика и бизнес-информатика. Формы обучения у вас, наверное, в первую очередь существуют очные, или то, что раньше называли дневная форма обучения, 4 года, но есть и очно-заочные 2,5, но она практикуется у нас для параллельного образования и для получения второго высшего образования. Бакалавриат по направлению экономика готовит высококвалифицированных специалистов, которые будут работать экспертами, аналитиками, исследователями в различных сферах и отраслях экономики. Компетенции, которые осваивают наши выпускники, позволяют им разрабатывать и принимать экономические, финансовые и организационные решения, оценивать риски и возможные социально-экономические последствия таких решений, разрабатывать и осуществлять меры экономической политики на местном, региональном, общегосударственном уровне. Но наша программа, конечно, во многих ВУЗах есть направление экономика, есть программа экономика, но только достаточно подготовленные ВУЗы, ВУЗы, которые имеют богатый опыт подготовки специалистов, позволяют себе внутри программы проводить некую профилизацию. Вот у нас существует шесть профилей. На третьем курсе бакалаврианты начинают изучать экономику уже более направленно по шести следующим профилям. Первый профиль – экономическая история, теория и политика. Как вы понимаете, это более научно и фундаментально ориентированные бакалаврианты пойдут на этот профиль. Следующие – финансы, кредит, страхование и учет. Тех, кого больше интересует работа финансово-кредитных учреждениях, работа, связанная со страховыми обществами, организациями, работа, связанная с БУК-учетом. Экономика фирмы управления инновацией – это в основном менеджмент, выпускник будет работать в высшем эшелоне управления фирмы и, соответственно, работать в инновационном менеджменте. Математические и статистические методы в экономике. Университет и факультет гордится, что мы были первыми в стране, еще в то времена это Советский Союз был, которые открыли такое направление подготовки. Мы были основоположниками экономико-математической школы. И мы поддерживаем эти традиции. Менеджмент организации и социальная политика – тоже довольно редкая специализация, профилизация. И мы тоже здесь были пионерами. И, наконец, международные экономические отношения и международный бизнес. Бакалавриат по второму направлению – бизнес-информатика. Готовят специалистов в области управления информационными системами. Важность этой сферы деятельности никому не нужно объяснять. Наши выпускники способны работать в области управления созданием, эксплуатации, применением информационных систем. Способны решать задачи по оптимизации бизнес-процессов организации, ее IT-инфраструктуры. Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение бизнес-проектом высокого уровня сложности и так далее. Наверное, сейчас пока еще рано об этом говорить, наверное, к летнему сезону мы откроем и еще одно направление. Пока только в планах. Но если вы посетите наши дни открытых дверей уже в весенний период, я надеюсь, что вам уже смогу кое-что более подробно рассказать. Преимущества обучения в СПДГУ. Но, наверное, одно из самых главных преимуществ, и, наверное, в фильме вы это услышали, увидели, это глубокие корни и традиции экономического образования. Еще в 1819 году корни экономической подготовки в России были заложены. В фильме тоже упоминалось, что первый ректор Санкт-Петербургского университета тоже был экономист, видный политический деятель России, Михаил Андреевич Балугьянский. Ну а с 1940 года ведется целенаправленная, плановая подготовка экономистов уже в стенах отдельно созданного, выделившегося из структуры факультетов университета, в стенах экономического факультета. Экономический факультет – это своего рода научный бренд, известный по всему миру. На экономическом факультете в разное время учались, работали. Известные ученые, нобелевские лауреаты, опять-таки фамилии их прозвучали в фильме, вы их все знаете, это и Леонтьев, это и Кондратьев, это и Конторович. На нашем факультете зародились и оформились многие современные экономические школы и течения, и на нашем факультете получали свое образование известные политические деятели, ну сегодняшней, скажем так, России, ну и не только России. Закончила наш факультет и президент Литовской республики Грибаускайте. Сегодняшний вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальным вопросам и здравоохранению, Казанская Ольга Алексеевна, она тоже заканчивала наш факультет. Видели вы, что и бывший министр финансов, который более 10 лет был на этом посту, Кудрин тоже закончил наш факультет. Ну вот недалеко к неделю назад он выступал именно в этом зале с большим докладом о будущем зоны евро, скажем так, о будущем экономике Евросоюза, о позиции России в этом отношении. Очень интересно, зал был просто переполнен. И я думаю, что такие лекции, они не разовы, они будут продолжаться. Тот же Кудрин будет с удовольствием у нас выступать и дальше. Замминистр финансов Саватюгин тоже наш выпускник. Ну, я уж молчу про чемпиона мира по шахматам Карпова. Старшее поколение-то его знает и помнит хорошо. Я молчу о президентах крупнейших банковских, финансовых структур, крупнейших российских предприятий и так далее. Экономический факультет является одним из самых крупных факультетов СПБГУ и России в целом. У нас работает более 240 преподавателей, из них более 70 – это профессора, более 100 – это кандидаты наук и доценты. У нас обучается более 3000 студентов разных форм образования, разных форм обучения. У нас три здания, которые расположены достаточно близко, чтобы на перерыве успеть из одного здания переходить в другое. Это здание здесь, на Таврической улице, здание на улице Радищева. И, собственно, изначальное наше центральное здание, расположенное на Чайковского, 62. На экономическом факультете создана мощнейшая научно-техническая база образования. У нас великолепнейшая библиотека, которая после проведенного вне капремонта и технического обновления считается, пожалуй, одной из лучших в Европе библиотек. Там более 130 единиц хранения, более 5000 книг на иностранных языках, экономические журналы, мощнейшая база электронная и так далее. Если вы захотите, вы вполне можете ее посетить, посмотреть. Это достаточно интересное место. У нас, наверное, один из наиболее оснащенных в плане компьютеризации факультет. У нас более 200 компьютеров установлено только в компьютерных классах. У нас огромная сеть из 600 компьютеров. И вот постоянно они обновляются, классы новые создаются компьютерные. Вот в этом здании с этого года начинают еще два дополнительных компьютерных класса работать. На факультете предоставляются широкие возможности обучения стажировок в зарубежных университетах. Наши студенты ездят на включенное обучение по прямым договорам с вузами-партнерами. У нас порядка 40 таких договоров в различных странах. Есть и обмен студентами в рамках международных соглашений, международных программ студенческой мобильности. Все с удовольствием этим пользуются. На факультете также реализуются различные программы финансовой поддержки и стимулирования обучения. К традиционной системе стипендиальной, когда есть обычные стипендии, есть повышенные стипендии, у нас еще добавлены и особый ранг повышенных стипендий, которые считаются, скажем так, общеуниверситетскими и составляют достаточно приличные суммы. Это порядка 8-9 тысяч. Они присваиваются, конечно, на конкурсной основе. Кроме всего прочего, у нас есть именные стипендии, которые учредили для лучших студентов экономического факультета бывшие выпускники, которые создали такую ассоциацию выпускников и стараются и финансово, и другими способами поддерживать связь с факультетом и, в частности, стимулировать обучение студентов. Ну и, помимо всего прочего, конечно же, есть общегосударственные, гранты, стипендии, именные в том числе и так далее. В этих программах наши студенты активно участвуют. В подготовку бакалавров ведут 13 кафедр факультета. Вот они здесь перечислены. Эти названия свидетельствуют о специализации каждой кафедры. Специализация – это не вчера возникшая. Это то, чем традиционно ученые нашего факультета занимались в течение многих и многих лет его существования. Ну и возглавляют их, безусловно, достойнейшие люди, заслуженные деятели науки, высшие школы, сферы образования, неоднократно получавшие звания лучших преподавателей, премии за педагогическое мастерство, за свои научные достижения и так далее. Поступив к нам, вы, безусловно, со всеми с ними познакомитесь. У нас работают многочисленные научные кружки для студентов, проводятся научные конференции. Ну и учебные дисциплины. Наверное, вы на нашем сайте уже видели учебные планы, знакомы со списком дисциплин. Если их так в одно место сгруппировать, то такой список будет, который вам предстоит осваивать. Ну и еще есть целый ряд дисциплин по выбору. Это уже когда вы пройдете профилизацию, будете уже сами дополнять свой план обучения дисциплинами по выбору. Это наши выпускники, которые имеют, кстати сказать, очень высокие показатели карьерного роста. За последние годы у нас ведется такая статистика. Ну и из фильма вы, наверное, видели, что студенческая жизнь тоже бьет ключом. От сессии до сессии живут студенты весело. Проходят различные мероприятия, конференции. Общежитиями университета обеспечены, более 20 общежитий. Ведется, реализуется, точнее, обширная программа ремонта. Потому что, конечно, содержать эти общежития было тяжело. Но сейчас у нас, как вы знаете, два вуза в России, это МГУ и СПБГУ, находятся в таком, я бы сказала, привилегированном положении. У нас выделены отдельные строчки в госбюджете. Идет хорошее финансирование. И мы вот наш фонд жилой обновляем. Контактная информация, вы всю ее получите в брошюрках, которые вам выдавали. Здесь не буду останавливаться. Работают подготовительные курсы. Телефончик вот здесь внизу вы видите. Сейчас уже, я знаю, идет набор на 7-месячные курсы. Потом поближе к лету будут и 4-месячные. Но вы можете позвонить, я думаю, что еще не поздно записаться на эти курсы. Работает экономико-математическая школа. Но если курсы, они ведут целенаправленную подготовку по ЕГЭ, то экономико-математическая школа, она дает уже, скажем так, более профессиональное образование тем, кто действительно интересуется экономико-математической проблематикой и вот уже целенаправленно связывает свою жизнь с нашим факультетом и экономикой как сферы деятельности. Есть еще и малоэкономический факультет. Тоже, пожалуйста, туда могут учащиеся и 10-х, и 11-х классов. Школа бизнес-информатики. Только имейте время. Я представляю, что насколько вы все загружены сейчас. Предложений много. Но вы можете, имея всю контактную информацию, вы можете обзвонить, вы можете... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!